old dream давняя мечта хватит мечтать пора действовать уважаемые друзья коллеги покупатели всех приветствую вот сегодня такой вот момент такая тема у меня к вам вопрос этот вопрос будет в конце моего текста скажем так моего монолога значит на рынке шубном российской федерации китай занимает примерно 65 процентов сейчас многие скажут что я вот опять про китай там что-то плохо говорю давайте так в китае размещают заказы брендовые фабрики которые находятся в италии или в греции вот но эти заказы шьются под контролем технологов модельеров конструкторов именно из этих стран из италии из греции там откуда пришел заказ при всем этом эта вещь получается качественная то есть есть контроль но тут же рядом открывается вторая фабрика которая без контроля этих людей шьет то же самое и там ты как раз таки шьется вот этот вот не очень ликвидный товар который очень быстро попадает в ателье так вот этот товар на соседней фабрике он дешевый и он именно бюджетный и рассчитан вот на нашего российского потребителя потому что это дешево очень дешево а тот товар который шьется вот на этой фабрике его шьется не так много его шьется мало и у него как раз таки и качество и стоимость соответствует качество стоимости вот этот товар не каждый оптовик привезет в страну если вы хотите купить хорошую качественную шубу в китае там вы ее купить то есть 65 процентов шуб на территории россии это китайские но китайский производитель оставшиеся 35 остаются на италию грецию турцию и остается нам немножко вот нам российским производителям остается ну примерно может быть процентов 8 и на этих восьми процентах рынка мы толкаемся друг другом то есть мы конкурируем вот и у меня к вам вопрос пожалуйста напишите в комментариях при посещении магазинов шубных салонов там рынков и так далее сколько раз вам продавец сказал что эта шуба китайская напишите пожалуйста в комментариях большое спасибо и до встречи all dream и давняя мечта хватит мечтать пора действовать а а а а а а а Продолжение следует...